Поздравляем! 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 Во вторник Николай Колесников праздновал уже свой третий день рождения в армии. В свое время служил в спецназе, участвовал в операции в Чечне. Говорит, сейчас в военной части в Тольятти настроение боевое, коллектив дружный и сплоченный. Ну какая обстановка? Все нормально, все хорошо, вернемся с победой. Повестку я уже ждал, я чувствовал, что меня уже призовут и морально был готов идти защищать свою страну, так как все мое поколение дедов, оно воевало. Евгений Комаров признается, даже не стал ждать повестки. В спецоперации уже участвуют друзья. Позвонил в военкомат сам, сказали приедьте, вы у вас едете, мы в инвестиционное предписание, я сказал, да, есть, прибудьте, пожалуйста, в военкомат тогда. А я с утра как раз из дома, когда уходил, взял с собой военный билет. На работу дошел, попросил директора, я доеду в военкомат, приехал в военкомат, мне сказали, ну, ожидаем вас в субботу. Я потому что уже с весны туда был готов, и у меня уже жена была подготовлена. То, что творится там, это может произойти и у нас, и там дети гибнут, и у меня у самого детства. Я не хочу, чтобы такое вот творилось у нас. Семьям мобилизованных в Самарской области будет оказана поддержка. Дмитрий Азаров уже дал поручение, чтобы главы всех муниципалитетов взяли это под личный контроль. Ход этой работы будут разбирать каждый понедельник на оперативном совещании в областном правительстве. Здесь, вот по размещению, по бытовым условиям, есть какие-то вопросы? Вопросов здесь нету никаких. Сколько занимаетесь днем, вечером, сколько всего? Мы утром у нас завтрак, потом построение на плацу, зачем у нас начинаются занятия до двух часов. Там дают нам отдохнуть, ну, привести в порядок. У нас тактическая, тактическая, боевая подготовка. Обучение продолжается и во второй половине дня. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал вопрос подготовки, один из самых главных. Бойцы признаются, большую поддержку оказывают кадровые военные. Отвечают на все вопросы, стараются сделать максимум возможного. Сил на физнагрузке всем хватает. Кормят? Хорошо. Очень много разнообразия, что касаемо обеда, большой выбор. Даже завтрак бывает, два вида, то есть разные виды каши. Порции очень огромные, в принципе, когда приехал, я не доедал даже. А это уже другая часть, в Самаре. Проверять крепление трубы в хомуте амортизатором. Наблюдать за правильной установкой. Поверясь, подержим. Звот, встать. Спасибо. Звот, садись. Занятия... Звот, встать сейчас. Так что, лейтенанты, тарянцы. Так точно. Цель этих встреч – на месте узнать реальное положение дел. Помочь бойцам. Ну, вообще, мы договорились вопросные листы здесь распространить. И вопросы подсобрать, мужики, чтобы я просто отрабатывал, в том числе по родным, близким, по семьям. Вы знаете, что задачу поставил, чтобы были социальные паспорта на каждую семью военнослужащих. И будут выходить на ваших родных, близких, на родителей, на жен из местных администраций и социальных служб. Понятно, что заменить вас невозможно, но всю пассивную помощь, которую мы можем оказать, постараемся оказывать. Часть вопросов решается прямо на месте. По некоторым требуется время. Глава региона поручил разобраться. Относительно размещения у бойцов вопросов нет. Ботовые нет, все отлично. Питание отличное, проживание отличное. В этой части мобилизованные проживают вот в таких комнатах. То есть у вас в этом корпусе все комнаты вот такие? Все, у вас все городки такие? Батарея, горячие. Трехместное размещение, да? Три-четыре человека. Трехместное размещение. Ну, за это волновался. Словно, не сказали, тут не все готово. Слава богу, в хранкие сроки справились. Правильно, что включили отопление пораньше. Все равно покомфортнее, по уверенному себя, как каждый человек чувствуется. Мобилизованные признаются. Первое время, конечно, было тяжело. Сейчас же все мысли о подготовке. Сначала были теоретические занятия. Теперь начинаются тренировки с применением оружия. Настрой боевой. Ближние два выстрела. Раз-два. Дальнюю выцеливай. Ближнюю раз-два. Выцеливай. На выдохе выстрелы. Я в войсках прослужил почти 12 лет. Так что отреагировал к этому спокойно. Семья, конечно, переживала, волновалась. Но сейчас уже все нормально, успокоились. Вот я их убедил, что все хорошо. Россию должны защищать, отстаивать интересы. Для оперативной отработки вопросов, которые поступают от жителей в связи с частичной мобилизацией, в Самарской области по инициативе губернатора Дмитрия Азарова создали рабочую группу. В нее вошли представители регионального правительства, военного комиссариата, общественники. Обращаются в основном семьи бойцов. Как она пишет, могу показать. Не занимайтесь боевой подготовкой. Что только ходите на концерты, спите и кушаете. Что никакой подготовки к несению службы не ведется. И есть претензии по оформлению документов. У вас есть какие-то претензии, какие вопросы я готов сейчас взять на то, чтобы их скомандовать? Нет у меня, все вроде бы нормально, все налаживается. Оказалось, что боец так успокаивал жену, не говорил всего. Впрочем, интернет переполнен информацией, зачастую недостоверной. К примеру, много писали про часть в Оржском районе. Якобы экипировки не хватает. Мобилизованным выдают одежду не их размера. Глава региона не только убедился, что все в наличии, но и проверил, как организован прием бойцов. Здесь они продвигаются по Италии. У нас киперная лента и направление движения обозначено. Ну, они, естественно, идут в сопровождении. Все закрыто вообще. Логистика перемещения, получая оформление документов, выдающая имущество. Да, здесь сразу определено красным цветом это ПСС, синим цветом это офицерский состав. Понятно. После того, как прошел экскуртаж, опрос, проблемный вопрос есть. Это где проводится? Именно здесь. Они заходят в пункт военно-политической работы. Так, давайте зайдем, как положено. Так, здесь у вас объяснение ситуации, текущие требования законодательства. Зачем, мир, с чего вы на суще были призваны сюда, какой им предстоит выполнить воинский долг. Все, давайте следующий пункт. Зачем? Здесь мы, друзья, на два потока, ПСС. Правый поток уходит. Правый поток уходит. Мы все пройдем, все пункты, как идет каждый мобилизор. Офицеры. Влево уходит, в моемоскуте, в церковь солдат. Пройдем по ледовому составу. Здесь они последовательно проходят, вот эти столы, либо это параллельно? Параллельно. У нас два потока. Один поток, здесь второй поток у нас. Так, что здесь оформляет мобилизор? На основании мобилизационного предписания, его военной учетной специальности, распределяем его по подразделению. Проверка документов, соответствие МУС, выдача ордера производится на получение вещевого имущества. Отмечаем размеры сразу, и с этим орденом он уже подбегается. Да, убывает на пункт получения. Размеры головного убора, обуви, обмундирование. На оборотной стороне представлен перечень вещевого имущества, которое выдается на нас. Девяносто три человека возвращены домой на основании медицинского осмотра дополнительно, так? Возвращены для прохождения военной учебной комиссии, чтобы установить все модности. Да, все. Девяносто три человека на сегодняшний момент. Это то, о чем я говорил, что справедливо разберемся с участием профессиональных врачей, и все, кто не подлежит мобилизации по состоянию здоровья, будут дополнительно направлены к комиссию и возвращены. И когда вы сами выявляете, вы также на комиссию направляете дополнительно, да? Да. Если справок нет, но вы выявили состояние здоровья, там, те или иные вопросы. Представитель инкомаркет. Давай звоните. Начальник отделения. Первый майор Шопер-Роман Тайк. Здравия, Владимир. Расскажите. Так, точно. Заврали. В первую очередь, комиссия будет выносудить. Вот с таким орденом. Соответственно, да. Соответственно, я полностью прописываю именно ручку, именно ручки, его размерный ряд. Вот, головной убор, также размерный ряд одежды и, соответственно, обувь. Подаю команду, чтобы все уже конкретно слышали, что, какой размерный ряд я сказал. То есть вы голосом объявляете, и все уже подбирают? Уже знают. То есть это уже комплект полностью? Летний, да. Летний комплект. Все новое. Так, у меня такой есть. На ученик выдавали мне. Понятно. Так. Проводим дальше. Я вам возвращаю. Здесь получается... Размеры, рост. Все. Совершенно верно. Здесь получается мячевый мешок, в котором находится... Здесь лично упубликованное. Полотенце, теплое белье, мыло, жидкое мыло. Долета бумага. Много разговоров почему-то, что вещь, мешки не выдают. Они выдаются, причем сразу конкретно. Сразу куплю. Значит, что здесь? Давайте все-таки откроем. Вот, культурное белье. Плащ-поводка. Лечной ремень. Полотенце вафельное. Жидкое мыло. Туалетный романок. Твердое мыло. То, что новое, да, и первое всего. У меня есть берцы, которые там подошвы не гнется просто. В них ходить невозможно. Здесь достойно. Здесь носки шерстяные, теплые. Две пары. Две пары, да. Так. Как правило, мы говорим. Но это зимние. Друг закладим, да. И головной убор. Тоже по размеру, все разумеет. Это летний головной убор. Да. Дальше, чтобы ему легче было проходить, уже в конце перед рукой мы даем зимнюю форму. По размерам, да, естественно. С подтяжками. Да, все как положено. Так. Куртка утепленная. Здесь есть и для ремня, и есть подтяжка. А куртка, там есть подтяжка утепленная. Она снимается. И можно носить, как для трубки. Очень много в интернете, что якобы нет размеров. Обувь не соответствует, это дает другое. Одежда. Я без слов просто покажу на себе. Как вы думаете? Все нормально, размерно. Мой. И у всех так вы в части? Ну вот, кого я знаю, да? Не знаю, это фейк какой-то. Почему это сейчас важно? Потому что все-таки есть люди, которые уезжали в Казахстан. Грош цена таким людям. Я так скажу. Почему важно? У меня здесь остается семья. У меня здесь родители. Я их должен защитить. Я мужчина конца до концов. Все есть полностью. Все тепло, аккуратно. То есть, там, большинство фейков, которые там напичканы. Ну, большой контраст по сравнению с интернетом. На самом деле. Ну, вы сами все видите. Мы все одеты. У всех все есть. Зайдете в казарму, посмотрите. Все чистенько. Кубрик на 8 человек. То есть, каждый по отделениям живет. Уже семьи, можно сказать. В одной из частей есть перебой с горячей водой. В отношении компании, которая отвечает за этот вопрос, проведут проверку. Губернатор дал поручение исправить ситуацию в кратчайшие сроки. Готовы в регионе оказать мобилизованным и дополнительную материальную помощь. Сейчас вопрос прорабатывается. Уже известно, что семьям будут компенсироваться траты за детский сад, школьное питание. Обеспечит бойцов, призванных в Самарской области, и экипировкой. Плюсом к тому, что выдает Минобороны. Комплект необходимых предметов. Перечень, согласованным с армией, получит каждый военнослужащий. Мужики, вам спасибо. Надежда на вас большая. И еще раз хочу сказать, постараемся максимально плечо подставить семьям. Ну и ждем вас с победой домой. Спасибо. Спасибо.